В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске Coding Days LEGO Education. В Кванториум Саров прошла серия мастер-классов для педагогов по программированию, информатике и робототехнике. Главный пассажир. Сотрудники ГИБДД и студенты политехнического техникума провели профилактическую акцию. Урок живой истории. Саровчан познакомили с вооружением эпохи Ивана Грозного. Далее расскажем обо всем подробно. Coding Days LEGO Education. На площадке детского технопарка Кванториум Саров прошла серия мастер-классов для педагогов по программированию, информатике и робототехнике. Мероприятие организовали в рамках соглашения, подписанного между Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и LEGO Education в России и СНГ. Участие в нем приняли более 170 педагогов начальной и общей школ. Точек роста и доп. образования из Сарова, Арзамаса и близлежащих районов. В течение двух дней в технопарках Нижнего Новгорода и Сарова 176 воспитателей, учителей и педагогов дополнительного образования Нижегородской области стажировались в рамках программы Coding Days LEGO Education. Тренеры-инструкторы из Москвы в формате мастер-классов и лекций помогли преподавателям лучше разобраться и освоить методики стима обучения. Когда дети на одном и том же уроке в процессе создания какого-либо механизма узнают законы физики, проводят математические расчеты и программируют роботов. Мы говорили о STEM и STEAM-подходах в образовании, о проектном методе и о том, как в современном мире учить детей к проектному подходу, к командообразованию и работе с информационными технологиями. В технопарке Саров педагоги познакомились с современными образовательными технологиями. Участники программы смогли самостоятельно поработать с конструкторами, которые можно использовать в обучении детей. Попробовали собрать и запрограммировать роботов, обсудили основные навыки, которые должен иметь выпускник школы для трудоустройства и успешной реализации своего потенциала в будущем. Зачастую наставники неполной мере используют все ресурсы образовательных и образовательные технологии данных конструкторов. Сегодня у них появилась возможность задать вопросы тем людям, которые являются разработчиками и конструкторов, и программного обеспечения, получить новые компетенции или углубить свои знания в этой области. Главная цель – дать возможность педагогам получить навыки программирования, которые они смогут передать подрастающему поколению. Учитель информатики Дивеевской школы Павел Широков считает, что подобные мастер-классы позволят вывести систему обучения детей на новый уровень. То, что здесь нам сегодня рассказывали, уже у нас в какой-то степени есть в школе. Просто хочется повысить уровень методически, чтобы детям лучше объяснять, и чтобы использовать оборудование, возможно, приобрести новое оборудование, которое поднимется к информатике и вообще дополнительное образование на новый высокий уровень. Когда у них вот этот робот начинает что-то делать, ехать, выполнять то, что они задумали, совершенно другой, когда они берут какой-то набор, собирают его, и потом начинают думать, как бы сделать так, чтобы он поехал, где бы это прочитать. И что означает вот этот большой сложный код, который нужно написать, и чтобы что-то произошло. Преподаватели уверены, робототехника позволит увлечь детей в образовательный процесс. Новый подход к обучению даст им необходимую базу в сфере информационных технологий. Позволит с большой скоростью распознавать и развивать свои способности. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. На одной чаши весов безопасность детей, на другой – комфорт автолюбителей. В администрации состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Одним из пунктов повестки стало рассмотрение просьбы жителей дома 15А по улице Шверника об установке возле их многоэтажки знака ограничения движения. Горожане опасаются, что на этом участке могут произойти несчастные случаи. О том, какое решение приняли чиновники, расскажем далее. Удовлетворить нельзя отказать. В этот раз члены комиссии по безопасности дорожного движения не торопились ставить запятую в этой фразе, когда рассматривали просьбу жителей об установке перед домом 15А по улице Шверника «Знака проезд запрещен». Дело в том, что это уже их четвертое обращение, а значит, проблемы актуальны и требуют предельного внимания. Но и рубить с плеча не хотели. Жаркие споры за столом заняли более получаса. У каждого из участников были свои доводы, и каждый по-своему был прав. Жильцы беспокоились за своих детей. В любой момент те могут попасть под колеса водителей-лихачей, которые, не избавляясь скорости, проезжают перед подъездами. Случаи уже были неоднократно. Ребенок выбегает отсюда, здесь едет машина. Причем они скорость не ограничивают. Это все происходит буквально после пяти часов вечера. Здесь прям поток мощный очень идет. Сотрудники ГИБДД и Департамента городского хозяйства анализировали ситуацию в комплексе. Рядом расположены два таких же дома 15Б и 15В. Если ограничить движение возле одного, то плотность потока транспорта увеличится возле соседних многоэтажек. Любое ограничение вызывает обострение ситуации в другом месте. Вот здесь мы закрыли, в другом месте значит будет хуже. Когда все это сводится с запрещающими знаками в один поток, то там поток начинает увеличиваться. И следовательно в каких-то других подъездах, где мы перенаправляем уже вниз, там уже люди из девятиэтажки, где ниже, за вот этими бастилиями, да, то там также выбегают дети. И если раньше ехала одна-две машины, то будет ехать десять машин. Из-за чего люди этого зону придут и скажут, извините, как бы вы там закрыли, там закрыли, вы весь поток пустили мимо нас. Обостряют и так непростую ситуацию во дворе автомобили, стоящие возле подъездов. Они загораживают дорогу и детям не видно, едет машина или нет. Начальник ГИБДД предложил ограничить подобные парковки. Так будет легче просматривать дворовую территорию. Лучше все-таки поставить знак «стоянка спрещена», не остановка, а именно «стоянка». Подъехать, выгрузить и высадить кого-то можно. А стоять уже, там на ночь поставить уже будет нельзя. Если элкуатор подъедет, там уберет, то здесь, я думаю, что... Уже оставить уже не будут. Никто не будет ставиться и безопасно будет обеспечено вот таким простым способом. Участники собрания предложили еще раз провести мониторинг ситуации совместно с жильцами дома и сотрудниками департамента городского хозяйства. И потом снова вернуться к обсуждению проблемы. Вступил в силу новый порядок выезда из Сарова. Теперь пассажирам легковых автомобилей, обладающих постоянными зональными пропусками, не нужно будет выходить из салона. При условии, что в машине не более пяти мест. Чтобы избежать скопления транспорта на КПП, жителям рекомендовано заблаговременно готовить пропуска к проверке. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Пенсионный фонд будет оформлять маткапитал автоматически. Новый порядок вступит в силу с середины апреля. Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в пенсионный фонд из государственного реестр записей актов гражданского состояния. После этого материнский капитал будет оформлен автоматически. И семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Для семей с приемными детьми прежний заявительный порядок оформления сертификата сохранится, поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами приемные родители. В Саров приедет писатель и военный историк Борис Юлин. Встреча с ним пройдет 26 марта в библиотеке имени Маяковского начала в 18 часов. Для лиц старше 16 лет. Борис Юлин поделится своими знаниями по русской истории. Попытается донести правдивые и достоверные факты о Великой Отечественной войне. А также ответит на вопросы слушателей. Для справки, Борис Витальевич Юлин – колумнист журнала «Однако» и частый гость программы «Разведопрос» Дмитрия Пучкова. Автор множества статей и книг по отечественной истории. Хоккейный матч Саров-Старт пройдет без зрителей. Такое решение приняли в связи с угрозой распространения коронавируса. Напомним, в субботу 14 марта хоккейный клуб Саров в рамках плей-офф чемпионата Нижегородской области высшей хоккейной лиги примет на своем льду команду «Старт» из Таншаева. Начало в 13 часов. Несмотря на решение оставить трибуны пустыми, у любителей хоккея будет возможность понаблюдать за ходом поединка. Канал 16 будет вести прямую трансляцию встречи в Ютубе и ВКонтакте. В Нижегородской области работает горячая телефонная линия по вопросам сбора и вывоза мусора. Об этом сообщают в Государственной жилищной инспекции региона. Нижегородцы могут обращаться по вопросам несвоевременного вывоза твердых бытовых отходов, переполнения контейнеров и неудовлетворительного содержания контейнерных площадок по телефону. Весной растет заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Эту болезнь переносят грызуны. В теплое время года они встречаются повсюду – в лесу, на даче, в гараже. Заразиться можно даже, дыша с больными грызунами одним воздухом. Часто первое проявление мышиной лихорадки напоминает по симптомам небольшую простуду. Если вовремя не обратиться к врачу, лихорадка будет стремительно прогрессировать. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – острая вирусная природно-очаговая болезнь, протекающая с высокой температурой, выраженной общей интоксикацией и поражением почек. Заразиться мышиной лихорадкой можно практически везде, где могут быть грызуны. Осенью и весной происходит миграция мышей в общественные, производственные и жилые помещения. В прошлом году в Сарове зарегистрировано 98 случаев заболеваний. Заболевание передается мышевидными грызунами. Основной переносчик данного заболевания – рыжая полевка. Основной путь заражения ГЛПС – воздушно-полевой. Когда вирус, содержащийся в биологических выделениях зверьков, попадает с пылью в дыхательные пути человека, разносится кровью и поражает кровеносные сосуды, почки и вызывает почечную недостаточность. Заболевания в основном протекают в нашем городе в средне-тяжелой форме. Заразиться мышиной лихорадкой можно только при прямом или косвенном контакте с грызуном-носителем. Повышенному риску подвергаются люди, проживающие или отдыхающие в сельской местности. В основном люди у нас заражаются на садовых участках. Когда весной приезжают на дачи, начинают уборку садовых домиков, разбор захламленных вещей. И если в помещении побывали зараженные вирусом зверьки, то обязательно тот человек может заразиться, вдохнув эту пыль, зараженную вирусом, и заболеть этой болезнью. Основные симптомы мышиной лихорадки – повышение температуры, боли в мышцах и суставах, покраснение глаз, боли в пояснице, рвота, уменьшение количества мочи. Последствия болезни могут стать для человека очень опасными. Поэтому при обнаружении симптомов необходимо обратиться к врачу. С заботой о главных пассажирах. Сотрудники ГИБДД и студенты политехникума провели на дорогах нашего города профилактическую акцию. Они напомнили водителям о необходимости перевозить детей в автокреслах и раздали информационные буклеты. Подробности далее. Всегда перевозите детей в специальном удерживающем устройстве или пристегнутом ременде безопасности. Мы даем вам высокую ременалку, прочитайте. В очередной раз студенты Саровского политехнического техникума совместно с сотрудниками госавтоинспекции напомнили водителям нашего города, чтобы они были предельно внимательными на дорогах. Снижали скорость возле школ и детских садов. А также соблюдали правила перевозки детей в салоне автомобиля и использовали автокресла. Мы им напоминаем о том, что они, конечно, знают. Напоминаем, как правильно перевозить детей. У нас в основном акции связаны с детьми. То есть мы говорим детям, как правильно переходить дорогу. Вот сейчас мы говорим, как правильно перевозить детей в автомобиле, чтобы не было никакого трагического случая. По статистике в России погибает каждый седьмой ребенок, попавший в ДТП. Каждый третий получает ранения. Согласно данным ГИБДД, риск травмироваться в два раза выше, если ребенок едет без автокресла. Проводится данное мероприятие, прежде всего, в целях профилактики дорожного травматизма, потому что, несмотря на всю статистику, все равно родители продолжают взрослые перевозить детей без детских удерживающих устройств. Все участники получили памятки с правилами перевозки детей и светоотражающие элементы на одежду. Следующая встреча будет называться «Водитель тебя ждет дома». Сотрудники ГИБДД напомнят автолюбителям о необходимости соблюдать скоростной режим. Лог и стрелы, мушкет и бердыш. Оружие воинов эпохи правления Ивана Грозного можно было подержать в руках и детально рассмотреть. В клубе исторической реконструкции прошел открытый рух живой истории. Дети и взрослые узнали много нового о экипировке воинов 16 века. Вклад Ивана IV в расширение границ Московского царства и становление российского государства. Что такое пищаль, как правильно держать бердыш и сколько стрел было в колчанию всадника. Все об экипировке воинов Московского царства эпохи правления Ивана Грозного рассказал руководитель молодежного клуба «Армир». В своей истории Василий Киселев подкрепил макетами оборонительного и наступательного оружия. На главе у воина был член вот такого вот типа. Такие шлемы носили как у нас на Руси, так и на юге. Те же самые татары, турки. В общем, по всей Восточной Европе вот такими шлемами пользовались. И руки защищались с помощью наручей, которые закрывали руку от запястья и до локтя. Открытые уроки живой истории проходят в рамках одноименного проекта, который существует уже 10 лет. Впервые он был представлен на молодежном форуме в Сарове в 2010 году. Основная аудитория уроков живой истории – это школьники и студенты. Я рассказываю о временах, достаточно значимых для истории России. То есть это времена Ивана Грозного, времена Смуты, 18 век, когда тоже происходили очень серьезные, важные события, определившие историю нашей страны. На открытый урок пришли и дети, и взрослые. Одни освежили в памяти школьную программу, другие с интересом рассматривали портрет Ивана Грозного и, здаив дыхание, слушали рассказ об оружии тех времен. Мне понравились просто уже рассказы про то, что, во-первых, было когда-то, то есть именно показывание не просто как рассказ, а именно показать это все, как это было, это намного интереснее. В завершение урока участников ждало самое интересное. Они могли поближе посмотреть и даже подержать в руках оружие и детали экипировки воинов середины 16 века. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.